МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, в ближайшие дни, вплоть до 9 февраля, температура в регионе может вновь понизиться до 40 градусов, говорят синоптики. Вот между тем, сильные морозы не являются причиной коммунальных аварий, которые в Барнауле случаются регулярно, заверили нас с городской администрацией. Только сегодня работы по устранению порывов водопроводных и теплосетей велись сразу на трех участках города. Далее подробности. Вода бежала по дороге, лавируя на крутых поворотах. Ручей, взяв начало на улице 1-й, западный 12, превратился в озеро уже на северо-западный. Оживленный участок на время перекрыли, общественный транспорт пустили в обход. Порыв на водопроводной трубе коммунальщики устранили быстро. За пару часов в порядок привели и проезжую часть. Правда, как видите, не везде. Череда неприятных сюрпризов у водоканала началась еще накануне. На улице Димитрово поздно вечером тоже лопнула труба. Ее ремонтировали и сегодня, а при этом воду в домах барнаульцев не отключали. Как выразился председатель городского комитета по энергоресурсам и газификации, сегодня есть уникальная возможность на время проведения ремонтных работ переводить потребителей на соседние работающие сети. А вот низкие температуры на улице, по мнению Александра Кощеева, совсем не главные причины подобных аварий. Я думаю, что с морозами это не связано. Залегания достаточно у этих сетей. Поэтому это только то, что износ сетей, их ветскость, она определяет как раз эти поврежденные участки в городе, о которых мы сегодня говорим. Меньше других сегодня повезло. Жителям частного сектора Горно-Алтайской и Первой речной здесь порыв случился на теплотрассе. 40 домов до сих пор без отопления. Это при том, что об аварии стало известно ближе к полудню. Тепловой кооператив и БТСК до 17 часов устраняли порыв. Еще три часа дается на заполнение сети. Если отопления в домах не будет ориентировочно к 9 вечера, в администрации Октябрьского района готовы отреагировать. Обращаться можно по телефону, который на экране. Ну а в администрации города нас заверили, что уже продумывают план летних ремонтных работ всей коммунальной сети Барнаула. Елена Кузовкина, Ирина Харитон, Алексей Фризин. Наши новости. Да уж вот такие уникальные возможности. С наступлением аномальных морозов на больничные койки краевого ожогового центра попали уже 50 человек. К сожалению, многим пришлось ампутировать конечности, рассказали сегодня врачи центра. Но между тем холода не спешат покидать пределы региона. Кто находится в зоне риска и что необходимо знать, чтобы не стать жертвой морозов в нашем следующем материале. Постоял на морозе легко одет и долго прождал трамвай или переборщил с алкоголем. В лучшем случае получил переохлаждение организма. В худшем попал на койку ожогового центра. Медики констатируют, 90% пациентов получают обморожение, находясь под шофе. И только оставшиеся 10 люди с хроническими заболеваниями, как правило, это пожилые люди. Сейчас в отделении термических поражений городской больницы номер 3 лежит 13 человек. 8 из них готовят к операции. Как правило, это ампутация конечности, после чего они станут пожизненно инвалидами. Чтобы этого избежать, рассказывают специалисты центра, нужно соблюдать элементарные меры безопасности. Носить комфортную теплую одежду, не употреблять алкоголь, ведь из-за него можно потерять сознание и просто замерзнуть. Правильно рассчитывать свои физические возможности, а еще быть внимательными к окружающим. Это взаимопомощь на улице, обращать внимание на пешеходов, которые идут с явными признаками отморожения на лице. Это белые пятна, выступающие части тела. Суровые морозы накрыли сейчас всю Сибирь. Перестолбики термометров опускаются местами до 50 градусов. Из-за непогоды жители некоторых городов даже устраивают акции протеста. К примеру, актер Красноярского драмтеатра вышел на пикет возле городской администрации с просьбой остановить холода. Конечно, идея шуточная. Он лишь хотел повеселить людей, которые устали от морозов. Ведь депутаты точно не смогут повлиять на небесную канцелярию. Кстати, по прогнозам синоптиков, потепление на территории практически всего Сибирского региона наступит не раньше следующей недели. Так что крепитесь, люди! Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости. Крепитесь, люди! Скоро лето, да? Несмотря на то, что в регионе уже неделю держатся крепкие морозы, эпидемия ОРВИ и гриппа продолжает набирать обороты. Порог заболеваемости в регионе превышен в два раза. В связи с этим в школах и детских садах края усилили санитарные меры. В регионе продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ. Уже болеют более 26 тысяч человек. 70% из этого числа – дети. В образовательных учреждениях должны соблюдать температурный режим, использовать бактерицидные лампы, чаще проводить влажную уборку. Ежедневно в классах и группах ведется мониторинг посещаемости, утренний осмотр детей. Все культурные и спортивные мероприятия отменены. Напомним, если в коллективе заболело 20% детей, вводится карантин. Сейчас в крае остановлен учебный процесс в 35 школах и 68 детских садах. К другим темам. Парковый вопрос. Все острее встает. В Барнауле зеленые зоны уменьшаются, жалуются горожане. Ну а власти не способны ни следить за их сохранностью, ни высаживать там молодняк. Накануне первого суда собственником парка Изумрудный, который в прошлом году так взял вырубил на территории больше 500 деревьев. Но вот Анастасия Дороган узнавала, какие еще места отдыха требуют внимания общественности. За его широкими плечами уже не спрятаться. За символом целины парк целиников с каждым годом тает на глазах. За парком, за самим сквером не очень сильно ухаживаю. Если мы посмотрим зимой все, что здесь происходит, то можно увидеть, что парк достаточно пустой. Новые строения, он действительно сокращается. Вот из-за этих домов он уменьшился. Ну что тут? Там он что-то накопали, мы не знаем, что будет. Тут отгородили. Здесь отгородили. Забор вдруг закрыл сотни метров зеленой зоны, а рядом другой неопознанный для кадастровой карты объект. Вопреки предназначению земли для нужд парка, это автосервис и платная стоянка. Работают минимум год, но для властей города это новость. В комитете по архитектуре нам сказали, что на этом месте должен быть склад. А в итоге по документам гараж на деле бизнес. Документов о смене функционального назначения склада на гараж в нашем комитете тоже отсутствует. Их не было. Мы сегодня имеем собственника, общество с ограниченной ответственностью «Мираж». И, видимо, некоего арендатора, тем органам, которые вправе этим заниматься, предстоит выяснять. Захват земель, по мнению общественников, идет и в юбилейном. Здесь это провернуть проще всего. Парк огромен и заброшен. Со встречи угол никто и не заметит. Они появились в начале 70-х. Уже тогда их поставили на территорию парка. Разрешение выдала администрация района и за столько лет их никто не сдвинул с места. Как пояснили нам в профильном комитете, разбираться с земельной справедливостью следует на уровне районной администрации и, видимо, общественникам. Решать проблемы еще одного скандально известного парка «Изумрудного» активисты скоро начнут своими руками. Журналист Лариса Вигант предложила барнаульцам высадить здесь деревья на смену всем незаконно спиленным. И динамоишленников уже много. Должны сохраняться деревья, потому что городу необходим озон. Нужен воздух, нужно чем-то дышать. А когда участок земли бреется наголо, то первая мысль, которая приходит в голову, что здесь собираются вырыть котлован. В ближайшую неделю архитектор Станислав Зинков должен составить дендроплан. Прописать породы деревьев и то, как правильно их высаживать. Затем документы должны утвердить власти. Но быть ли народной волей? Во всяком случае, уже сейчас горожане уверены, что свой контроль гораздо эффективнее. Анастасия Драган, Николай Шелко, Андрей Печоркин. Наши новости. Барменская культура в Барнауле не так развита, как в других городах. Но перспектива есть. Об этом в нашей съемочной группе рассказал один из барменов краевой столицы. Какие еще секреты раскрыл мастер шейкера и бокала в Международный день бармена, расскажет Ирина Корчагина. На меня смотрит и говорит, Вика, домой поехали. Я говорю, я не Вика, Вика, собирайся и домой едем. Таких историй за 7 лет работы Дениса Кутепова не счесть. Сегодня у бармена профессиональный праздник. И встретит он его, как всегда, у барной стойки. За вечер уходит несколько литров алкоголя. Мужчина говорит, в Барнауле клиенты не приходят за излишками и красивыми коктейлями. Обычно есть желание просто выпить или напиться. И чем дешевле, тем лучше. Есть заведения, таких парочку, где добавляют очень некачественный алкоголь, скажем, очень дешевый виски. Либо ром, капитанский ром за 300 рублей льют, а берут 200 рублей за ром-колу. Который окупает там один коктейль, уже бутылку этого рома. Но несмотря на то, что как таковая барменская культура в городе еще не сложилась, Денис все равно не помнит, чтобы кто-то отравился алкоголем в барнаульском баре или клубе. Естественно, что люди перепивают, и потом, о, у них там алкоголь некачественный был. Ну, так меру надо знать, сколько ты пьешь. Если ты упиваешь, там 20 лиски кола. Ну, это понятно, что от того же сахара в коле тебе очень плохо с утра будет. По словам бармена, более взыскательно к выбору алкоголя подходят девушки. Например, такой коктейль с мякотью манго, белком и взбитой пенкой – один из самых рейтинговых. Кстати, Денис – один из таких барменов, которые не только подают коктейли, но и могут поговорить по душам и даже выпить бокал чего-нибудь крепкого. О чем именно говорит с клиентами, держит в секрете. Может быть, именно в этом и заключается та самая барменская культура. Ирина Корчегина, Александр Антропов. Наши новости. Обратный отсчет. До главных мировых спортивных стартов этого года осталось ровно 25 дней. В начале марта в Красноярске будет зажжен огонь первой в истории российской зимней универсиады. Уже сейчас на многие этапы не достать билетов. Болельщики раскупили их едва ли не с появлением в продаже. Готовятся к турниру, конечно же, и сами участники. Прямо сейчас идет отбор в национальную сборную страны. Кто из перспективных алтайских уже в заветном списке? А кому еще только предстоит побороться за место, узнаете из нашего следующего материала. Вот так по заснеженной Финляндии нарезает круги барнаульская ракета. Именно так называют болельщики лыжницу с Алтая Яну Кирпиченко. В свои 23 у нее уже есть золото молодежного чемпионата мира. Спортсменка, студентка, да и просто красавица. Не против пополнить копилку и медалью с домашней универсиады. Победила, пробилась, доказала. Теперь можно сказать точно. Яна гарантированно едет в Красноярск. Я очень рада, что поучаствовала в Всемирной универсиаде. Очень хотела на нее поехать. Пару лет назад проводилась универсиада в Казахстане. На нее не получилось поехать. У нас проходило первенство мира в одни сроки. Здесь первенство мира уже прошло, поэтому я очень рада, что получится выступить на ней. О ней говорят как об одной из самых перспективных лыжниц страны. Барнаульская ракета едва ли не с каждым стартом, только набирает обороты. В этом году Яне присвоено звание мастер спорта международного класса. На универсиаде это будет наша главная надежда, говорят краевые спортивные чиновники. Рассчитывают не просто на участие, а на призовое место. Учитывая, что она в первенстве мира была призеркой-чемпионкой, а там как раз вот этот возраст, я думаю, что очень реальные шансы в ней завоевать медали очень высокого достоинства. Возможно, в ближайшее время к Яне присоединится Олег Жудин. Это уже горнолыжный спорт. Сейчас наш земляк в Южной Корее пытается доказать тренерам сборной, что на него тоже стоит рассчитывать. Там проходит Кубок мира. По итогам турнира огласят состав. Единственное, что пока вызвало возмущение у болельщиков нашего региона, отсутствие в хоккейной дружине парней из клуба «Динамо Алтаев». Вот уже два года подряд им нет равных не то что в стране, на планете. В итоге в списках оказались молодые игроки уровня высшей хоккейной лиги. Но Яна Кирпиченко перед студенческой олимпиадой еще заедет в сыфты в картам, поборется за золото финала Кубка России. Уже прямиком оттуда Барнольская ракета возьмет курс на Красноярск, где уже все готово для встречи спортсменов и их болельщиков. Кирилл Политов, Александр Антропов. Наши новости. В Барнауле открылся шестой по счету салон оптики «Спектр». Здесь качественно проведут диагностику, подберут оправу, изготовят очки, которые будут радовать вас долгие годы. О том, как сделать свой мир ярче, расскажем в сюжете. Салоны оптики «Спектр» теперь есть практически в каждом районе Барнаула. Новый открылся на улице Георгиева, 44. В каждом салоне оптики «Спектр» есть медицинский кабинет, оснащенный современным оборудованием. На сегодняшний день за подбором очков и контактных линз в «Спектр» ежемесячно обращается до полутора тысяч человек. Наша миссия – подбирать очки и контактные линзы, а также изготавливать медицинские очки высокого качества для жителей Барнаула, Алтайского края. Здесь проверят зрение, как взрослым, так и детям подберут подходящую по цене оправу. Также в «Спектре» представлен широкий ассортимент солнцезащитных очков и контактных линз. А в связи с открытием в новом салоне на Георгиева, 44, весь февраль действует скидка 30%. «Спектр» – преобрази свой мир. По традиции в завершении выпуска «Погоде» спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Реагируйте на погоду? В любую погоду лекарства «Гинкаум» способны устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» – в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В Крае по-прежнему очень холодно. В Рубцовске – 32 градуса мороза, в Бийске – 31, 27 ниже ноля в Белокурихе. В Барнауле ночью пасмурно и до 26. Днем ясно, ветер юго-западный умеренный и минус 27. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле у нас прежний – 722-440. У меня на этом все новости. До встречи!